День добрый. В 18 веке жил и работал выдающийся немецкий врач и натуралист Иоганн Генрих фон Гейхер. Человек незаурядных способностей, личный врач Августа Сильного и специальный инспектор Академии наук в Дрездене. В честь этого выдающегося ученого Карл фон Линей назвал растение, которое так полюбилось нашим садоводам, гейхеру. Но не Линей познакомил мир с гейхерой. Ее знали и описали задолго до этого. Так индейцы использовали ее как средство от лихорадки. Знаменитый ботаник Карл Клозиус описал это растение под именем Подлестник Горный. А французские садоводы вовсю использовали ее при создании садов. Гейхера декоративна всегда. С самой ранней весны, как только сошел снег, и до начала зимы, когда зима покрылась снежным одеялом. В этом ее преимущество перед другими многолетниками, которые на зиму срезаются, а весной долго ждать, пока они снова украсят наши цветники. А сколько существует сортов гейхеры, и насколько разнообразна их цветовая гамма? Такой богатой палитрой может похвастаться, наверное, только барбарис. Родина гейхеры – западная часть Северной Америки. Там встречается более 30 видов, а еще 5 можно найти в Мексике. Большинство видов растут в горных районах. На мой взгляд, достаточно суровые условия. Поэтому выращивание гейхеры не принесет особых хлопот. Но у нее есть свои секреты. Гейхера предпочитает нейтральные рыхлые почвы и мирится со слабо-щелочной средой. Не очень любит кислые грунты. Оптимальное время посадки – весна, когда почва немного прогрелась. Можно сажать ее и летом, а вот от осенних посадок лучше воздержаться. На зиму листья не срезаем, а весной просто убираем сухие. Если хотите делать укрытие, то пускай она будет легкая, а зачастую можно обойтись и без него. Самые большие разногласия и споры случаются при выборе места для гейхеры. Одни говорят, что ей нужно солнечное место, другие рекомендуют полутень. Но самая распространенная ошибка является высадкой растений в тени. Почему-то большинство садоводов не видят разницы между полутенью и тенью. А разница есть, и она существенная. Мне нравится, как чувствует себя гейхера в местах с рассеянным солнцем или там, где утреннее солнце балует ее своим присутствием. Что касается полива. Гейхера не любит сырости и болезненно относится к сухости. Почва всегда должна быть немного влажной. По этой же причине мне нравятся полутенистые места. Наиболее устойчивым к засухе считаются сорта с серебристым листом. Вообще гейхера во всем требует соблюдать золотую середину. В поливе, в освещении и в питании. Не надо ее закармливать и перекармливать. Также периодически вам придется ее делить. Но она сама вам подскажет, когда это делать. Если кустик начал терять свою компактность, стал разваливаться и оголять середину, то это верный знак. Пора. Делите таким образом, чтобы каждая часть состояла минимум из трех розеток. Разбирать по видам гейхеру мы не будем, так как в садовых центрах и в питомниках это не всегда указывают. Но остановимся на некоторых сортах и на использовании гейхеры в ландшафте. Самым известным сортом смело можно назвать фурпур палос. Фурпурный замок с крупными пурпурными листьями. Мне очень нравится шерри кола. Я даже за три дня издать точное описание цвета листьев. Ближе всего к красно-коричневому. А мэрмелад настраивает на позитивный лад. Не только своим видом, но и названием. У этого сорта очень необычный лист. Красный снизу и желто-оранжевый сверху. Пирог с лаймом. Кэйм лайм пай. Осветит ваш участок в пасмурный день. Геркулес подойдет для открытых солнечных участков. Этот зеленолистный сорт с легкой мраморностью. И это только капля в море. Сортов огромное множество. И с каждым годом и становится все больше и больше. Гейхеры можно использовать в миксбордерах. Вместе с другими многолетниками и кустарниками. Или как цветовое пятно в композициях. Но мне больше всего нравятся бордюры из гейхеры. Единственное, шаг посадки должен быть не менее 30 сантиметров. Экспериментируйте, пробуйте, дерзайте. Напишите внизу в комментариях, как вы используете гейхеру. И сталкивались ли вы с какими-то трудностями при ее выращивании. На этом все. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Удачи!